26 вопросов за 2 часа. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев провел пресс-конференцию. Заявки на участие в ней подали более 60 журналистов, представляющих средства массовой информации всей республики. В перечне тем интересующих читателей, зрителей, слушателей развитие малого бизнеса, агропромышленного комплекса, тарифы на вывоз мусора, зарплаты бюджетников, закрытие малокомплектных школ, модернизация районных больниц и многое другое. Среди вопросов были и личные. Ответы слушала наша съемочная группа. В начале встречи глава Чувашия напомнил основные цифры, характеризующие социально-экономическую ситуацию в республике. В первом квартале показатели промышленного производства оптимистичные. Индекс составил 106,8%. Темпы роста, по словам Михаила Игнатьева, опережают инфляцию. С учетом сложившихся тенденций в экономике региона и страны в целом, продовольственная эмбарго, импортозамещение, динамика будет сохраняться. На пресс-конференции на тему развития АПК было задано немало вопросов. С учетом предъявленных санкций, сегодня появились дополнительные возможности для наших сельхозтоваропроизводителей. Сегодня все виды сельхозяйственной продукции продаются по нормальным, справедливым ценам, кроме молочной продукции, сельхозяйственной продукции у производителей молока и у производителей картофеля. Почему так произошло? Потому что цены на картофель, на самом деле, с учетом спроса и предложений, упали даже ниже, чем в прошлом году. Наши картофелеводы, конечно, возмущаются, потому что Россия полностью снабдила себя своим картофелем. Касаясь, конечно, молочной продукции, сегодня, могу сказать, качественное молоко высшего сорта, производители, прежде всего, конечно, хозяйства, продают на уровне 20-21 рубля. Некачественное молоко, прежде всего, конечно, от населения идет, там посредники у нас, которые закупкой занимаются, сегодня в среднем где-то 14 рублей. Конечно, селяне возмущаются, это нас тоже не устраивает, но в то же время мы будем влиять на эти процессы, насколько возможно. На прошедшем Ешкар-Але форуме ОНФ поднималась тема роста тарифов на сбор отходов в связи с началом работы в Чувашии нового полигона ТКО. Вчера я давал, на самом деле, сразу поручение, посмотрел еще раз и вчера, и сегодня утром цифры. Если взять сбор, вывоз, утилизацию твердых бытовых отходов, в отдельном весе общих тарифов по расходам семейного бюджета, они занимали на уровне 2%, 3%, по отдельным территориям может быть 4-4,5%. Это вообще не так значимо, это во-первых. Во-вторых, с учетом строительства на принципах государственного частного партнерства нового полигона, мы много проблем разрешаем и будем еще разрешать экологического характера. Мы о полигоне в городе Чебуксаре говорили неоднократно, когда закроют, потому что реализовывается новый микрорайон, новый город. В связи с этим пошел инвестор на встречу, мы соответствующие средства с бюджета тоже вложили. Полигон сегодня работает по временной схеме. Уважаемый наш Николай Алексеевич, я вчера сказал, что там нет лицензии, никакого нарушения законодательства здесь нет. Последние новости о ситуации в концерне «Тракторные заводы». Завод сегодня стоит. Последнее решение, которое принял генеральный директор в лице Михаила Болотина, он отправил в унужденный простой весь трудовой коллектив в количестве 9,5 тысяч человек. Это, конечно, проблема для всех нас, проблема для тех работников, которые там работают, проблемы для их семей, потому что надо где-то работать, где-то зарабатывать, семью надо кормить. Это мы тоже понимаем. Но, с другой стороны, сегодня соответствующие решения приняты, но рассчитывали, что с учетом спроса на трактора, концернно-тракторные заводы, с учетом спроса на сельхозмашиностроение, они быстрее начнут работать. Но не получилось по факту. В связи с этим, что хочу сказать, 5 миллиардов рублей или 5,5 миллиардов рублей будет открыта кредитная линия через коммерческие банки под гарантию ВЕБА. Реально, в течение двух, максимум трех месяцев, тракторный завод, получив оборотные средства, с учетом спроса, возобновит сборку и булдозеров, и трубоукладчиков, и начнет производить машины для сельского хозяйства. Как развивается малый и средний бизнес, инновационное производство, какова судьба индустриальных парков? В Чебоксарах у нас на стадии реализации два индустриальных парка. Город Канаш получит соответствующие федеральные средства по программе «Моногорода», и там отдельный индустриальный парк на стадии начала реализации. По городу Чебоксары мы говорили, еще раз я хочу сказать, всего 16 резидентов, в этом году два или три резидента запускают уже свое производство, это высокотехнологичное производство, и мотивация для тех, кто там будет работать, тоже будет неплохая. В последующем, в 2017 году и в 2018 году, все резиденты по тем обязательствам, которые они взяли на себя, в городе Чебоксары, должны открыть свое производство. В этом году будет создано около 1200 рабочих мест. Часть пресс-конференции была посвящена социальным вопросам. Михаил Игнатьев рассказал, что республика получит в этом году более 500 миллионов на строительство и реконструкцию школ. В столице республики будут возведены три новых учебных заведения, а в районах будут реконструироваться не только здания, но и спортивные залы. Главный редактор шумерлинской газеты «Вперед» Валентина Хохлова просила обратить внимание на оснащение шумерлинского межмуниципального медицинского центра. А жители Красноармейского района волнуют отсутствие в их физкультурно-спортивном комплексе бассейна. В Канаше большинство дорог построены без ливневых стоков. Проблема дорожного хозяйства, она есть. Мы ничего не скрываем. Тем более в городе Канаш я обошел почти все дворы с городскими властями, с депутатами городского собрания. У меня все это в памяти, но в то же время, вы помните, я давал свои обещания, ежегодно будем выделять средства для реконструкции центральных улиц, для благоустройства подъездных путей и для благоустройства дуровых территорий. Вот в этом году вы сами уже правильно отметили, определенные средства мы выделили. Мы получаем дополнительно, получим средства в счет 40 миллиардов рублей. И эти средства тоже будем направлять в городские округа и в сельские населенные пункты. Здесь ни у кого никаких сомнений не должно быть. Общая сумма дорожного фонда в этом году 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Вот эти 3 миллиарда 700 миллионов рублей мы на счете не держим, все отправляем в муниципальное образование. То, что отсутствуют канализационные стоки, это правда. Когда вот проектированием дорог занимались, вот эти канализационные стоки вообще не предусмотрели. После ливневых дождей, когда, допустим, весна, осень, конечно, лужи стоят на асфальте, хотя бы где-то уклон надо было предусмотреть. Но это наша беда. За один год мы не можем ничего сделать. А так, по канашу, я могу сказать, по программе «Моногородсредства» мы получим и на реконструкцию дорог направим. Выборный год без политики никак. Возглавит ли Михаил Игнатьев партийные списки партии «Единая Россия»? Я член партии «Единая Россия», здесь никаких секретов нет. И в прошлом году шел кандидатом политической партии «Единая Россия». Сегодня партия будет решать, кто будет возглавлять этот список. Будет соответствующая оригинальная конференция политической партии «Единая Россия», ну и съезд политической партии «Единая Россия» в Российской Федерации. Вот эти органы там будут решать, кто будет возглавлять этот список. Часть пресс-конференции была посвящена личным вопросам, какие черты характера развивают у Михаила Игнатьева игра в хоккей, не хочет ли он заняться экстремальными видами спорта и примет ли Михаил Васильевич участие в акции «Бессмертный полк». У меня сын захотел в этом году участвовать, соответственно, там настроен, соответственно, время, если у меня как раз будет, соответственно, я с удовольствием поучаствую, если не будет других накладок. Это все-таки такой национальный порыв, это патриотические чувства. Я считал и считаю себя патриотом нашей любимой Российской Федерации и Чувашской Республики. Воспитан в этом духе. Я любил землю, и сыновья, или сын и дочь тоже воспитываются в этом духе. Другого варианта просто нет.